Если есть такие, которые не верят в сборную Украины по футболу и тем более думают, что администраторы сборной команды взяли авиабилеты сразу туда и обратно, нам с такими не по пути, потому что мы верим в наших ребят и верим в удачу. Программа «Каза», «Бирхолл-пробка» и чемпионат Европы по футболу 2016 года. Мы видим, что практически все столы в пробке заняты. Заняты, забронированы, да. Броня активно идет, особенно, конечно же, на матчи, когда играет наша сборная, но это Евро. Мы очень рады, что наши ребята пробились. Сейчас такая тенденция, очень много девушек смотрит футбол и, что немаловажно, болеет. Это солидарность с мужчинами или все-таки интерес? В этом плане публика разделилась 50 на 50. Кому-то действительно это нравится. Кто-то просто поддерживает любимую команду своего мужчины как умная девушка. Мы слышали, что у вас новый сорт пива. Какие-то гастрономические новшества. Мы каждый месяц сварим новое пиво событийное. Но такое событие, как Евро 2016, мы сварили одноименное пиво 2016. Это American Pale Ale. Пиво получилось очень удачное. Я тебе уже рассказывала о гостях в восторге. Мы тоже, оно нам очень нравится. Лето еще не пришло на меню новое, пробку пришло. Так что с радостью вам его презентуем, с вами поделимся. Приходите. Это одновременно и новое, и не новое. Потому что сама технология сухого хмеления это очень достаточно такая давняя технология. Ею пользовались уже много веков. Но в то же время она очень уникальна, очень крафтовая. Потому что большие производители не могут ее повторить. Три сорта самых уникальных видов, ароматических, американских сортов хмеля. Поэтому этот сорт и называется American Pale Ale. Несет такой мощный заряд вкуса, аромата, который ни один европейский хмель не может передать. Поэтому это пиво получилось бомба. Вот у вас, как у профессиональных музыкантов, есть что-то в репертуаре о футболе, о победе? Как вы готовитесь к этому празднику? Как минимум для нас это мероприятие в формате чемпионата Европы является стимулом для занятий спортом. Наш коллектив начал отжиматься дружно. А в формате нашим у нас есть замечательная песня «Я не сдамся без бою». И я думаю, эта песня может легко служить... Девизом для наших кого? Как минимум. Что у вас сегодня? Евро 2016? И день рождения в том числе. Да, и сколько вам исполнилось? Не 2016? 18. 18 лет. Что вы подарили? Я подарил прекрасные пожелания моей хорошей подруге. И предоставил право выбора подарка ей. Является ли грандиознейшим подарком, если наша сборная по футболу подарит вам победу в матче с Германией? Конечно. А если вам молодой человек подарит белый джип, что для вас будет важнее? Сейчас складываются такие не очень ситуации с нашим футбольным клубом, с металлистом, да? И, наконец-то, сейчас у нас в Харькове вновь вспыхнет футбол. И я этому очень рад, потому что наша сборная будет тоже играть на этом чемпионате. И мы все будем болеть за них. Я уверен, армия болельщиков, которая была у металлиста, она осталась у металлиста. И они будут тоже переживать. Можно только посмотреть, сколько людей сегодня в пробку пришло смотреть на церемонию открытия. Поверьте мне, что будет здесь, когда будет играть наша сборная. Ну, это будет круто. Я к чему? Бронируйте столы заранее. Вот. Машенька, за какую команду будешь болеть, смотря чемпионат Европы 2016? Ну, естественно, я буду поддерживать Украину. Еще у меня фавориты – это Франция и Италия. Просто нравятся эти страны. Ну, и тогда провокационный вопрос. Если вдруг, вдруг, в полуфинале, как минимум, встречается сборная Украины и сборная Франции, за кого болеешь? За Украину, конечно. Патриотизм превыше всего. Украина, вперед! Патриотизм превыше всего. Патриотизм превыше всего.